Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня с вами рассмотрим 5 важных шашечных приемов, которые встречаются в русских и бразильских шашках. Вначале рассмотрим мою партию, так называемую бразильскую пулю. То есть партия в бразильские шашки с контролем времени 3 секунды на первый ход, затем за каждый ход дается всего лишь 2 секунды. Пуля. Белыми играл нижегородский мастер Илья Широнов. Кстати, ему не так давно было присвоено звание мастер спорта. Поздравляю Илью с присвоением звания. Илья тренер-преподаватель в школе номер 17 Олимпийского резерва в Нижнем Новгороде. Нам выпала следующая жеребьевка дебюта. ЖР4, ФЕ5, ХЖ3, ДЦ5. Белые, конечно же, сразу же начинают атаковать правый фланг черный. ЦБ4. Ну и здесь надо играть либо ЦД6, либо ЦД4. Я предпочел сыграть ЦД4 с более острой игрой. Белые играют БА5. Я играю ЖФ6. То есть развиваю свой сильный левый фланг и хочу построить ударные колонны. У черных центр, но преимущество все-таки здесь я бы отдал белым при правильной игре. Ну, конечно, напрашивался ход АБ4 с интересной игрой, но белые зачем-то разменялись БЦ3. Вот этот ход уже, так скажем, нарушает экологию позиции и преимущество переходит к черным. Я строю ударную колонну и, видите, хочу выиграть шашку после хода ЕФ4. Здесь, кстати, напрашивается временная жертва. ЖФ4 и нападение ЖХ2. Но она очень красиво проигрывает. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за черный. Ну, хочется сыграть АБ6, да, и затем СД6. Простая идея. То есть попадаем на предамочное поле и вроде бы черные выигрывают. Но на самом деле это не так. Белые проводят вот такой прием. То есть отдают одну шашку, затем проводят удар по затылку и это только ничья. А как же выиграть? А выигрыш здесь более сложный. То есть после жертвы и нападения ЖХ2 надо правильно играть до АБ6. АБ6. А затем мы пропускаем белых в дамки. Вот такой неожиданный ход. ХЖ5. И ставим так называемый шлагбаум. То есть, видите, белым будет мешать своя же собственная шашка на поле Е5. Так называемый шлагбаум. Затем мы ловим с помощью этого шлагбаума дамку белых и прорываемся в дамки с выигрышем. Выяснили, жертва не проходит. Поэтому белые в этой позиции сыграли СБ4. Но я сразу же занимаю центр, ХЖ5 и грожу сыграть ЖФ4. Поэтому белые играют ДЕ3. Ну, здесь у меня тоже сохраняется преимущество. Провожу размен 2 на 2. С отличной позицией. Белые как-то сопротивляются. Игра от СД2. Я развиваю сильный левый фланг. ЖФ6. ДЕ3. Ну, здесь сразу же хочется разменяться. БЦ5. Ну, и преимущество остается у черных. Белые сопротивляются. Играют ЕД4. Ну, и здесь я увидел известный прием. Играем АБ6. Ну, и хотим временно пожертвовать шашку и напасть на нее. И получить центр. И преимущество будет огромным. Возможно, позиция даже выиграна. Белые играют АБ4. Ну, и здесь прием этот все-таки возможен. Я сыграл БЦ5. Белые бьют одну шашку. Затем нападаю сразу же на две. Приходится закрываться. Играю ФЕ5. Ну, и следующим ходом сыграю ЦД6. Потом побью на поле Ц5. Затем отъем шашку Е7. И эта позиция в русские шашки выиграна. Но, друзья, напомню. Мы все-таки играли именно в бразильские шашки. И Илья Широнов здесь очень красиво опроверг мой план. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти сильнейший ход за белых. Белые неожиданно сыграли АЖ5. И здесь выясняется, что черные проигрывают. То есть, мой план ЦД6 сыграть, да, уже не проходит. То есть, русские я бы побил на поле Ц5, а в бразильские я обязан бить две. Так называемое правило большинства. Ну, и после хода БЦ7, белые, конечно, здесь легко выигрывают. Поэтому в партии я пожертвовал шашку, сыграл ЦД6. Но здесь у черных компенсации нет. То есть, после хода ЕФ2 и размена ЕД4, белые легко победили. Вот так красиво меня выиграл мастер Илья Широнов из Нижнего Новгорода. Я, друзья, не стесняюсь показывать свои проигранные партии. То есть, многие маститые гроссмейстеры, именитые мастера стесняются показывать свои проигрыши. Я всего лишь кандидат мастера. Поэтому мне не стремно показать свои проигрыши. Особенно, если соперник красиво меня выиграл. Следующая партия с литовским международным гроссмейстером Алексеем Домчевым. Который специализируется на русских, бразильских и стоклеточных шашках. Я играл белыми. ЦД4, ДЕ5. Партия также в бразильские шашки. Не забывайте. БЦ3, ЕД6, ЕФ4. Возникает так называемый дебют перекресток. Видите, шашки белых и черных образовали такой своеобразный дорожный перекресток. Очень напоминает такое построение. Ну и черные играют БА5. Далее, ФЕ3, ЦБ6, ЦБ2. Черные меняются назад. Ну и я снова связываю черных ходом ЕД4. Здесь обычно играют либо АБ6, либо ЦБ6. С примерно равной игрой. Алексей сыграл АБ6. Если я играю уже Ф2, то здесь возможны, в принципе, два варианта. Либо БА7, и ДЕ3, и БЦ5 с равной игрой. Либо БА5. Вот после этого хода белые могут захватить преимущество. То есть я сыграл ДЦ5. Ну и на ход ХГ5. То есть что хотят черные? Черные хотят, чтобы я побил на поле Х6. Затем сыграть ЕФ4. И получить контур игру. То есть видите, у черных застряла шашка на поле Х8. Но центр будет у черных. Поэтому позиция острая. Примерно равная. Но я решил в этой позиции полностью убить игру. То есть не бьем на А6, бьем на Д6. Затем меняемся ЦД4. Ну и здесь преимущество у белых огромное. Никакой контур игры у черных нет. В партии последовало. ЖХ4, ЖФ4, ЖХ6. Здесь я увидел, что могу провести наш любимый размен. Тройной одеколон. И полностью убить игру. Вот таким образом. То есть я полностью занял центр. Черным надо думать о защите. В партии последовало. ФГ5, ЖХ3, ЖХ4, ЖФ4. Ну и после хода ДЕ7 я сыграл АБ2. Развиваю отсталую шашку. Ну и в русские шашки, друзья, это уже выигрыш за белых. То есть ничьей здесь у черных нет. То есть здесь у черных какой есть план в русские шашки? Надо меняться ЕД6. Я тут же играю БА3. И хочу поставить кол. Поэтому черным приходится меняться назад. Но все равно все сводится к одной позиции. ЕД4, СБ6. АБ4, БА5. ДЦ5, БА7. И вот здесь белые выигрывают. Запомните вот эту позицию. Выигрыш у белых после хода ДЕ5. Черные жертвуют шашку. И пытаются прорваться в дамки. Мы играем ЕФ6. Далее возможно БЦ3. Ставим дамку. Но здесь в черных два хода. Если они играют СБ2. Тогда надо здесь сделать точный ход. БЦ7. Остальные ходы ведут лишь к ничьей. Ну и у черных два варианта. Если они ставят дамку по большой дороге. То возникает так называемый столбняк. Видите. Дамка белых. Задерживает дамку черных. Черным остается только сдаться. В эту сторону дамку ставить также нельзя. Потому что она тут же ловится. И белые легко побеждают. Если же жертвовать шашку. ХЖ3. То белые построят треугольник Петрова. И легко выигрывают. Если же черные в этой позиции сыграют СД2. Вот здесь надо знать очень тонкий ход. ФЖ5. Только он ведет к победе. В чем идея. То есть мы не даем провести шашку Х4 в дамке. То есть куда бы черные не поставили дамку. На С1 или Е1. Мы играем в Ж6. Затем проводим обе шашки в дамке. Строим боевую позицию. И постепенно побеждаем. Кто не знает как строить боевую позицию. Подсказку оставлю в верхнем правом углу. Ознакомьтесь. Эти позиции надо знать. То есть друзья. Вот в этой позиции уже я предвкушал выигрыш. Думал что черные сейчас разменятся. ЕД6. Ну и я легко выигрываю. Но Алексей Домчев очень красиво защитил эту позицию. Бразильские шашки. Еще раз напоминаю. Поставьте видео на паузу. И попытайтесь найти ничью за черных. Черные сыграли БЦ7. Ошеломляющий ход. И здесь выясняется. Что в русские шашки это позиция выигранная. После хода СБ6. А в бразильские это даже проигрыш. То есть черные играют на СБ6 ХЖ3. Белые обязаны бить две шашки. И шашка остается шашкой. А черные попадают в дамки. И красиво побеждают. Вот такая ловушка от Алексея Домчева. Но я естественно в нее не попался. Я сыграл Б3. Здесь черные сыграли АБ4. Ну и после размена СБ6. Черные сыграли ЕФ6. И мы согласились на ничью. То есть белые проходят дамки. Черные также проходят дамки. И партия постепенно заканчивается ничьей. Друзья. Если вам понравилось данное видео. Не забывайте ставить большой палец вверх. И подписываться на канал. Сегодня перебрал полностью компьютер. Заменил пасту на видеокарте. На всех кулерах. Ну и немножко компьютер стал меньше переигрываться. Поэтому мне удалось записать для вас вот это видео. Десятиминутное. Так что друзья. Все таки. Сейчас снова начну записывать видео. Стримы пока не обещаю. Но надеюсь и стримы выдержат. До свидания. И давайте воевать. Только на шахматной и шашечной досках. Стримы пока не обещаю.